В июне месяце вас назначили новым директором Ивангородского филиала ГУАП. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, сразу скажу, что для меня это назначение было отчасти неожиданным. Хотя в Государственном университете аэрокосмического прибора строения я работаю уже 15 лет, пришел я в 2004 году на должность старшего преподавателя на юридический факультет, проработал на факультете 15 лет, прошел путь от старшего преподавателя до заместителя декана юридического факультета, развивал направление по магистратуре. Хотя, в общем-то, занимался преподавательской деятельностью не только в университете, но и в других вузах Санкт-Петербурга, занимался и занимаюсь общественной деятельностью, являюсь вице-президентом Молодежного союза юристов Российской Федерации, работал на телевидении, вел образовательную и просветительскую программу в области юриспруденции. У меня была своя авторская программа «Ваши права». В общем, много чем занимался, но основное место работы и, конечно же, самое любимое место работы – это было Государственное университет аэрокосмического прибора строения. По образованию я юрист, кандидат юридических наук, доцент. Так что вот сейчас занимаюсь именно этим направлением в должности директора. Скажите, какие перед Вами планы поставлены перед филиалом? Планы грандиозные, откровенно могу сказать, так как у меня свое видение, и у руководства университета, в принципе, есть амбициозные планы по развитию филиала. Это связано с улучшением качества образования в филиале. Это общая тенденция всей системы высшего образования в Российской Федерации. Это привлечение новых абитуриентов и из зарубежных стран, и из близлежащих городов, не только из Ивангорода, но и мы хотели бы, чтобы ребята из Кингисеппо, из Ланцев, из Нарвы обучались у нас в филиале. Поэтому планов очень-очень много. Ну вот Вы летом стали директором филиала. Скажите, сейчас на дворе осень уже. А что сделано уже за это время Вами? Знаете, несмотря на то, что прошло несколько месяцев, и лето было отчасти временем затишье, так как многие сотрудники филиала находились в отпусках, студенты находились на каникулах, но это не означает, что жизнь в филиале полностью замерла. Была проделана огромная работа. Во-первых, мы частично изменили структуру филиала для оптимизации работы структурных подразделений. Но я думаю, что тех, кто смотрит это видео, особо не касается и не интересуется, скорее. Но то, что связано с внешней деятельностью, мы провели так называемый ребрендинг филиала. Это связано с тем, что ВУЗ ГУАП имеет определенный бренд, и этот бренд известен на всю Россию. Нам захотелось, чтобы филиал также был известен, как минимум, в Ленинградской области. Поэтому мы привели в соответствие символику нашего филиала. Сейчас это красивые, красочные рекламные продукты. Даже, в общем-то, могу продемонстрировать. Вот у нас появились вот такие буклетики. Мы взаимодействуем со школами, раздаем ребятам такие приглашения на наши дни открытых дверей. Все это, конечно же, может показаться какой-то мелочью, но в общем бренде филиала это имеет существенное значение. Мы провели первый день открытых дверей в этом семестре. Он прошел как раз-таки 18 октября. Мы обновили свой сайт. В общем, делаем все для того, чтобы филиал стал привлекательным и ассоциировался с качеством высшего образования и с Государственным университетом аэрокосмического приборостроения. По каким направлениям подготовки осуществляется обучение филиаля абитуриентов? Да, у нас несколько направлений подготовки, и все они, на мой взгляд, являются уникальными. Так как ГУАП – это университет, который в первую очередь реализует технические направления подготовки, конечно же, основной упор мы делаем и делаем в будущем, скажем так, ставки на такое направление подготовки, как информатика и вычислительная техника. По этому направлению у нас предусмотрен уровень бакалавриата. Ребята обучаются по очной и заочной форме обучения, 4 года. Следующее направление не менее актуальное и востребованное на сегодняшний день и в России, и за рубежом – это экономика. Третье направление бакалавриата – это юриспруденция. Как видите, это, наверное, самые популярные направления подготовки в принципе у нас в стране. И еще очень важное и востребованное направление, тем более в связи с близостью Ивангорода к пограничной зоне, да, в общем-то, шаговая доступность к границе, говорит о том, что необходимо готовить специалистов в области таможенного дела. И специальность таможенного дела также реализуется в стенах нашего филиала. У вас есть места бюджетные? Да, в этом году, и это очень позитивное движение для развития филиала, ректор университета. Вообще бюджетные места любому университету выделяются министерством в рамках так называемых контрольных цифр приема ежегодно, в зависимости от эффективности, рейтинга, буза и так далее. ГУАП, конечно же, имеет огромное количество бюджетных мест. Последние годы у филиала бюджетных мест не было, но вот в этом году, слава Богу, это придаст нам определенный стимул развития, это нам даст возможность привлечь талантливую молодежь после 11 классов, и мы очень надеемся, что они придут с высокими баллами ЕГЭ, так как будет конкурс. Да, у нас есть 15 бюджетных мест на направлении информатика и вычислительная техника. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю наших потенциальных абитуентов и настраиваю их на то, чтобы они сдавали соответствующие ЕГЭ по этому направлению и приходили к нам учиться, участвовать для начала в конкурсе на бюджетные места, пройти этот конкурс и обучаться на бесплатных бюджетных местах в нашем филиале. А чем уникальна учеба в Ивановском филиале ГУАП? Вы знаете, уникальность нашего филиала состоит в нескольких аспектах. Во-первых, то, что мы филиал уникального вуза в России. ГУАП – это действительно бренд, ГУАП – это то название, которое хорошо известно во всей России, потому что в университете обучаются и не только в России, и за рубежом обучаются студенты со всех уголков нашей страны, огромное количество студентов из зарубежных стран. Так вот, мы, я думаю, не исключение в этой ситуации, так как мы даем возможность, во-первых, как я уже и сказал, получить качественное высшее образование по крайне востребованным направлениям подготовки. Во-вторых, это уникальное место с географической точки зрения, ведь Ивангород, как я уже и сказал, находится на границе с Европейским Союзом, и это дает возможность студентам получать качественное высшее образование и иметь возможность взаимодействовать с различными вузами и организациями зарубежных стран. Ну и в-третьих, несмотря на то, что Ивангород – это в общем и целом, как я и сказал, историческое место, мы находимся и в историческом здании, что также придает определенный колорит обучению находиться в этом здании приятно и почетно. Скажите, сейчас много говорят о необходимости международного сотрудничества в системе высшего образования. Вот вы, как руководитель, какие шаги, что видите в этом направлении, что-то делается, нет? Да, не только много говорят, но и Министерство в своей программе, в стратегической программе развития образования поставило перед вузами задачу в ближайшие несколько лет удвоить количество студентов, иностранцев в вузах. И это действительно очень непростая задача, которая стоит перед многими вузами в Российской Федерации, но не та задача, которая не может быть невыполнена. И мы работаем действительно в этом направлении. В принципе, мы можем уже сейчас говорить о том, что количество иностранных студентов в вангородском филиале достаточное для того, чтобы нас признать эффективными, но мы уже предпринимаем определенные шаги, чтобы привлекать студентов из различных стран. Я еду на образовательную выставку в Казахстан, и запланировано еще огромное количество мероприятий на этот год, для того, чтобы привлекать абитуриентов, во-первых, из постсоветского пространства, а также у нас есть уникальная возможность в силу, как я уже и сказал, географического места расположения филиала привлекать студентов из стран Европейского Союза. Мы планируем заключить договоры о сотрудничестве с рядом зарубежных вузов, поэтому это не просто разговоры, которые ведутся ради разговоров, а это целенаправленная политика университета и филиала для того, чтобы действительно повышать количество иностранного контингента, студентов, иностранцев в нашем университете, в нашем филиале. Есть ли какие-то направления, кроме основных, у вас по подготовке абитуриентов, какие-то курсы, повышение квалификации или что-то с этим связанное? Ну, это два, наверное, направления, да, независимых друг от друга, подготовительные курсы и курсы повышения квалификации. Нет, подготовительных курсов у нас нет, и, наверное, нет в них необходимости, не потому что мы не можем их организовать или не хотим, а потому что нет, на мой взгляд, наверное, особой надобности в этих курсах по простой причине. Ребята поступают по результатам сданных ЕГЭ, никаких внутренних экзаменов на контрактную, на бюджетную форму у нас не предусмотрено, все чисто, все прозрачно, все открыто, поэтому кто, как не учитель в школе, может подготовить качественно ученика к ЕГЭ. Мы не берем на себя эту функцию, поэтому такой цели для себя не ставим. Что касается курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки, это два направления. Да, действительно, у нас такие программы есть. На сегодняшний день мы предложили комитету по труду и занятости правительства Ленинградской области более 20 таких программ, и надеемся, что местные работодатели откликнутся на эти предложения, и мы уже в ближайшее время запустим такие программы для сотрудников градообразующих предприятий с целью повышения их квалификации. Если появилось у человека желание поступить к вам в ВУЗ, где он вообще может взять, найти эту информацию? Вообще, конечно, в первую очередь я приглашаю всех в гости и посетить в ближайшее время, ближайший день открытой двери, это 13 декабря 2019 года, прийти сюда, пообщаться вживую, посмотреть на филиал изнутри. Мы представим подробную презентацию всех наших образовательных программ и ответим на все вопросы, интересующие наших уважаемых и родителей, и абитуриентов, которые, я уверен, с удовольствием придут на это мероприятие. Ну, если по каким-то причинам не удастся прийти в декабре к нам в гости, то это можно сделать дистанционно, мы находимся в цифровом пространстве, у нас, как и у любой образовательной организации, есть сайт, это сайт ifguab.ru, где есть вся, абсолютно вся информация по правилам приема, по тем направлениям, которые у нас реализуются, по тем преподавателям, которые осуществляют у нас образовательную деятельность и входят в аудиторию, хотя, кстати говоря, мы гордимся своими преподавателями, где-то и ученые, которые имеют ученые степени, ученые звания, у нас работает достаточное количество докторов наук и кандидатов наук и практических работников, которые передают свой практический опыт, без этого никуда, нашим студентам, поэтому заходите на наш сайт, звоните, приходите на дни открытых дверей и получайте всю интересующую вас информацию. Что Вы посоветуете тем людям, которые только выбирают, молодые люди или даже уже взрослые люди, которые выбирают профессию, как им ее выбрать? Конечно, в таком многообразии, в филиале у нас пять направлений, хотя я считаю, что это достаточно большое количество для филиала направлений подготовки, но в целом, когда есть огромное многообразие профессии в различных вузах, предложений сотни, можно потеряться и неосознанно сделать не всегда правильный выбор. Поэтому, конечно, если говорить о школьниках, то я советую не полагаться, наверное, на мнение друзей или на свою интуицию, потому что в таком возрасте интуиция по этому вопросу, на мой взгляд, к сожалению, может иногда подвести. А что может помочь? Могут помочь различные профориентационные мероприятия, профориентационные тесты. Обязательно рекомендую родителям девятиклассников, одиннадцатиклассников, пока есть время до выбора ЕГЭ, пройти такие профориентационные тесты, обратиться в организации, которые такими вещами занимаются, и определиться, как ваши способности, которые, возможно, не раскрыты, соотносятся с тем направлением или с той специальностью, которую вы уже выбрали. Если это совпадает, это здорово. Тогда нужно ставить точку, выбирать нужный ЕГЭ и поступать на соответствующее направление. Если же получается так, что вы проходите профориентационные тесты и понимаете, что то направление, которое вы выбрали, не ваше, то здесь стоит задуматься и определиться, стоит ли, возможно, даже тратить драгоценные годы на получение той специальности, того диплома, который в будущем, увы, может не пригодиться. Что касается взрослых абитуриентов, ну, как правило, это заочники, то здесь, я думаю, что люди, как правило, приходят обучаться на то направление, которое связано с их профессиональной деятельностью, здесь вопрос с профориентацией, естественно, не стоит. А у вас есть какое-то взаимодействие с администрацией, с городом? Конечно, конечно, контакты налажены, и у нас хороший рабочий контакт и с главой муниципального образования города, Ивангород, Карпенко Виктором Михайловичем. У нас есть контакты с администрацией Кингисепского района. Кстати говоря, вот одна из целей, то, о чем вы спрашивали в самом начале нашего разговора, это лицензирование и открытие программ среднего профессионального образования. То, чего сейчас, на сегодняшний день, в филиале нет. Это одна из таких первостепенных задач, потому что мы понимаем, что многие школьники, девятиклассники после девятого класса по тем или иным причинам не хотят продолжать обучение в школе в десятом, в одиннадцатом классе и хотели бы получать качественное, среднее и профессиональное образование. Так вот, во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления мы этот процесс сейчас продвигаем. Ну и очень приятно то, что органы государственной власти, местного самоуправления здесь и в Ивангороде, и в Кингисеппе, очень по-доброму относятся к филиалу и понимают и заинтересованы в развитии качественного высшего образования, среднего профессионального образования в филиале, за что им, конечно же, огромное спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова